Доброе утро, уважаемые телезрители! Меня зовут Анастасия Конькова и сегодня мы с вами приготовим десерт всеми любимый меренговый рулет. Для этого нам понадобится с вами 135 грамм белка, это примерно маленьких 5 яиц, покрупнее это будет 4, сахар, сахарная пудра, крахмал кукурузный, для крема нам понадобится творожный сыр, у меня здесь 200 грамм, сливки 33% для взбивания, тоже 200 грамм и сахар 40 грамм. Итак, начнем. Нужно аккуратно отделить белок от желтка, чтобы желток ни в коем случае не попал в белок, иначе у нас белок не взобьется. Итак, начинаем. Я это делаю именно таким вот образом. Желточек отдельно. Смотрим внимательно, чтобы скорлупки тоже не попали. Итак, удачно отделили. Далее, что нам нужно сделать, комнатной температуры белок нужно взбить с сахаром до плотных пиков. Я это делаю в планетарном миксере, также в домашних условиях можно это сделать обычным миксером, только для этого понадобится немножко больше времени. Так. Итак, белок у нас должен взбиться вот до такого состояния. Дальше мы добавляем к нему сахарную пудру и крахмал. И начинаем снова взбивать. Далее, нашу массу красивую мы выкладываем на пергамент толщиной примерно один сантиметр. Такая тянучая, глянцевая масса должна получиться. Меренговый рулет, да, это из самых популярнейших десертов сейчас, потому что везде в каждом заведении, то есть можете найти его, этот рулет. И, ну, реально он очень вкусный, воздушный, напоминает немножко даже мороженое, особенно в жаркий период времени, летом это вообще актуально. Вот таким образом мы разровняли. Теперь отправляем наш меренговый рулет в печь на 180 градусов примерно на 13 минут. Пока у нас выпекается меренговый рулет, мы с вами приготовим для него крем-чиз. Для этого нам понадобится творожный сыр, сливки и сахар. Итак, отправляем в нашу дежуум миксера сыр творожный, охлажденные сливки, важно, чтобы они были охлажденные. И сахар. Можно заменить сахар сахарной пудрой, на ваше усмотрение. Сначала на маленьких оборотах, затем обороты прибавляем и взбиваем до крутых пиков, чтобы крем был устойчивый. Они именно нужны 33-процентные для взбивания. Малой жирности они не взобьются, если будет маленькая жирность. Так, крем мы взбили. Тоже недолго, главное тоже не перемешать, чтобы сливки не перебились и не получился слишком жидкий. Далее перекладываем в тарелочку и отправляем в холодильник. Такой крем можно использовать в пирожных, в тортах, в шоколадных тортах. Он очень сочетается практически со всем. Легок в приготовлении и очень сочетается со всеми продуктами. Ну что ж, наш меренговый рулет запекся. Для того, чтобы его намазать кремом, нужно, чтобы он остыл полностью. Убираем его остывать. Ну что ж, наш меренговый рулет остыл. Теперь нам нужно его переложить на стол и отделить от пергамента. Мы берем пергамент примерно с блину нашего рулета, чтобы нам его завернуть. Отрезаем, переворачиваем. Далее аккуратно поднимаем и перекладываем на наш пергамент. И осторожно отделяем от рулета. Вот такая красота получилась. Теперь смазываем кремом чиз. И сверху кладем ягоды. У меня сегодня смородина. Так можно экспериментировать. Например, клубнику, малину. Отличное сочетание. Также можно добавить фисташку. Тоже неплохое сочетание с малиной особенно. Далее сверху хаотично раскидываем наши ягодки. Смородина кислая, сам рулет сладенький. Должно быть бомбовое сочетание. Далее аккуратно, не нажимая слишком сильно, мы формируем при помощи пергамента сам рулет. Помогаем пергаментом. Сформировали колбаску. И сейчас убираем на стабилизацию в холодильник. Примерно на минут 30. Ну что ж, мы достали наш меренговый рулет. Теперь самое интересное. Будем украшать. Остатки крема я немножко нанесу поверх меренгового рулета. И украсим его ягодками для того, чтобы было красиво. Можно это сделать из кондитерского мешка, но так как нет под рукой его, мы делаем ложечкой, импровизируем. Еще я люблю, когда меренговый рулет покрыт какао. Немножко присыпем какао. И поверх украсим наш меренговый рулет яркими красками лета. У меня это клубника, киви и мандарин. Чтобы мандарин выигрышнее смотрелся и ярче на изделии, я его разрезаю на дольку на две половинки. То есть цвет его становится ярче и аппетитнее. Ну и добавим киви. Также можно добавить мяту. Она тоже придаст свой аромат. И зелень. Также я люблю еще красные смородины, когда украшено. Но так как не сезон, берем, что есть. Все, в принципе, наша красота готова. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!